МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. События дня. Накануне первой годовщины новой силовой структуры волгоградские росгвардейцы продемонстрировали впечатляющую экипировку и боевую готовность. Уголовное дело бывшего депутата Госдумы Олега Михеева начнут рассматривать по существу уже на следующей неделе. Сам подсудимый где-то в медучреждениях. Два разбойных нападения со сменой имиджа в один день между преступлениями по ограблению киоска общепита и офиса микрозаймов. Волгоградец бегал домой побриться. Причина большого количества в Волгоградской области коррупционных преступлений, где фигурируют взятки, не в том, что часто берут, а в том, что хорошо выявляют. Волгоградская область третий год подряд лидирует по количеству выявленных преступлений, связанных с получением взяток. И этот факт, как выяснилось, тревожит некоторых депутатов областной думы. Вопрос начальнику регионального главка МВД Александру Кравченко был задан сегодня на парламентском часе. Конечно же, это вызывает у всех нас тревогу, да, потому что степень коррумпированности все-таки достаточно высока в нашей области. Что, на ваш взгляд, какие меры нужно предпринять кардинально и властным структурам, и правоохранительным органам, чтобы все-таки мы не были среди лидеров вот по этой преступлениям коррумпированной направленности? Вот совершенно откровенный ответ на ваш конкретный вопрос. Скажу честно, что по моему твердому убеждению, что коррупционная составляющая других регионов не слабее, чем у нас. Действительно так сложилось, что система правоохранительных органов работает более четко, более конструктивно взаимодействует, выстроены конструктивные деловые взаимоотношения, и коллективы, и ФСБ, и Следственного комитета, и прокуратуры, и Главного управления, в том числе и власть в регионе, и депутаты, настроены, так скажем, если можно сказать, более агрессивно на борьбу с коррупцией. Вот поэтому у нас такие результаты. В своем выступлении главный полицейский региона дал понять, что правоохранительные органы Волгоградской области не собираются сдавать лидирующие позиции в борьбе с коррупцией и рассчитывают в том числе на помощь местного депутатского корпуса. Уголовное дело бывшего депутата Госдумы Олега Михеева не вернут назад в прокуратуру и тем более не прекратят преследование. В этих ходатайствах адвокатам отказано сегодня по результатам предварительных слушаний в суде Советского района Волгограда. Первое заседание суда, когда дело Олега Михеева начнут рассматривать по существу, назначено на вторник, 28 марта. В отношении подсудимого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Эта мера пресечения подлежит исполнению по месту регистрации. Сам Михеев уже давно не появляется на публике. Сегодня журналисты попытались выяснить у адвоката, где же все-таки Олег Леонидович, но не слишком удачно. А где сейчас находится сам? Я не знаю. Он находится в медицинских учреждениях. Я передам подателям, что сейчас о его отсутствии. В связи с тем, что он находится в медицинском документе, а продательный будет представлен позже. В медицинском учреждении Волгограда или Москвы? Не знаю. Я не могу этого указать. Напомним, лидер рекотделения партии «Справедливая Россия» депутат Государственной думы прошлого созыва Олег Михеев обвиняется в покушении на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Два разбойных нападения за один день совершил наркозависимый житель Волгограда. При этом он менял имидж. Сначала, будучи бородатым, запугал продавца ножом и ограбил ларек общепита, затем пошел домой, побрился и посетил с угрозами павильон быстрых займов, где менеджер отдала ему 14 с лишним тысяч рублей. Чуть позже уже в полиции молодой человек, который оказался ранее судим, пояснил, что на разбой пошел, чтобы добыть денег на очередную дозу. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Накануне первой годовщины образования войск Национальной гвардии Российской Федерации волгоградские росгвардейцы показали полную боевую готовность. Вошедшие в новую силовую структуру подразделения ОМОН, СОБР, вневедомственные охраны и лицензионно-разрешительные работы провели день открытых дверей для журналистов и продемонстрировали впечатляющие средства, возможности и профессиональные навыки для охраны общественного порядка и безопасности граждан. Это время диктовало создание такой сильной структуры. Это структура, которая готовится, которая сможет выполнить все те задачи, которые поставит перед нами руководство страны. Профессиональный праздник росгвардейцы будут отмечать 27 марта. Именно этот день, согласно указу президента России, стал днем войск Национальной гвардии Российской Федерации. На этом все. До свидания.